Значит, доклад-проверску, ни строчки джава-скрипта, все хорошо. Значит, меня зовут Иван, я занимаюсь монетизацией поисковой выдачи Яндекса. Мы с моей командой пытаемся работать с разными форматами рекламы на поисковой выдаче. Сейчас у меня живет кликер, я надеюсь, а может быть нет. Было бы здорово, чтобы она жила все-таки. Пожалуйста. Так, господа, что мне нужно сделать, чтобы у меня жил кликер? Иначе я сейчас буду рассказывать от себя, и это будет не пересекаться с тем, что у меня на слайдах. Ну, я пока могу начать. У нас много разных рекламных форматов. Если пользуетесь Яндексом, пользуетесь поисковой выдачей, знаете, у нас там есть наверху реклама, внизу реклама. И мы пытаемся для разных пользовательских сценариев ее оптимизировать. Что значит оптимизировать? Так, чтобы пользователь в зависимости от того, что он делает, что он ищет, получал наиболее релевантные результаты. Ну и, соответственно, мы пытаемся обогащать для разных сценариев форматы разной метаинформации, если она, конечно, у нас есть, или, наоборот, сокращать, чтобы пользователь не страдал от избытка информации. Вот, видите, у нас есть разные форматы текстовые, картиночные. Пожалуйста, значит, видите, что некоторые из них больше отличаются друг от друга, некоторые меньше. Мы пытаемся каким-то образом варьировать вот эти форматы так, чтобы всем было хорошо. Но мы несколько ограничены в возможности их варьировать. Бывают такие форматы, которые мы не совсем можем крутить в разные стороны. Вот, например, есть такой тип рекламы, где рекламируются биологически активные добавки или медицинские услуги, и мы обязаны внизу писать вот такой вот дисклеймер, предупреждение, например, не является лекарством. Те люди, которые смотрят презентацию на нормальных мониторах, не пугайтесь, пожалуйста, цветов, я специально выкручиваю их до безумных значений, чтобы это было видно нормально на проекторе. И, значит, суть в том, что вот у нас бывают такие надписи, и это самое важное в том, что я рассказываю. Мы на самом деле просто обязаны их писать в таком виде, как они есть. Вот существует законодательная база, федеральный закон о рекламе. Мы обязаны ему подчиняться. Там в законе все очень четко прописано, как точно мы должны все делать. Там указано, что есть площадь рекламной поверхности. И в зависимости от типа рекламы, вот вы видите на слайде, там есть для биологически активных добавок один процент площади, для рекламы медицинских товаров другой процент площади. А если мы не будем выполнять эти требования, то нас сильно наштрафуют. Поэтому нам нужно как-то решать эту проблему. Мы компания хорошая. Мы вообще-то давно выполняем все требования. И все вот эти требования про площадь тоже у нас давно уже были выполнены. Вот так они раньше выглядели. Здесь тоже безумные цвета. Они сделаны для того, чтобы хорошо были видны серые плашки внизу. Вот вы видите, для рекламных объявлений разной площади серые плашки внизу меняют свой размер. Таким образом выполняются требования про процент от площади. И можно видеть, что раньше серые плашки организовывали, предоставляли процент от площади. Таким образом мы вроде как все удовлетворяли. Но тут летом вышли изменения в законе. И наши юристы пришли все пересматривать. А потом наши дизайнеры все решили пересмотреть. И нарисовали нам новые макеты. Сказали, что серые плашки не подходят. Нужно сделать так, чтобы текст максимизировал свою площадь. И занимал весь необходимый процентаж от дисклеймера, от предупреждения. Ну хорошо. Еще раз, для того чтобы зафиксировать, вот у нас есть рекламное объявление. Я буду называть его дальше сниппетом. И вот то, что мы будем рассматривать, это то, что выделено цветом внизу. Это дисклеймер, а все остальное это контент рекламный, который мы представляем пользователю. Хорошо. Что нам нужно сделать? Нам нужно сверстать. Вот здесь есть два пункта. Нам нужно обеспечить на верстке два требования. Первое требование — это обеспечить правильную площадь дисклеймера от сниппета. И нужно обеспечить так, чтобы текст предупреждения занимал всю площадь самого дисклеймера. Здесь пункты разной степени сложности. Я люблю начинать с того, что попроще. Я начну с конца. Нам нужно занять текстом дисклеймера всю его площадь. Что значит площадь? Значит, сначала нам нужно занять всю его высоту. Как нам это можно организовать? Ну, казалось бы, можно себе придумать некоторые соглашения, чтобы это было попроще. Давайте мы с вами договоримся, что мы возьмем и всегда весь текст будем вытягивать в одну строчку и писать его прописными буквами, так чтобы у него было меньше пустот при написании. Я это написал псевдокодом под пунктами 2 и 3. А еще у нас есть какая-то целевая высота х, и мы хотим, например, с помощью кегля-шрифта, фонсайз, какой-нибудь функции достичь этот х по возможности. Но это несложно. На самом деле, вот у меня тут есть какой-то пример. У меня здесь есть две литеры. Это заглавные буквы H, к примеру. Они тут написаны двумя разными гарнитурами. Что здесь изображено? Розовая плашка с пунктирной линией вокруг — это площадка. Видно, что от края площадки до края глифа, то есть до самого контура, есть какое-то место. Это совершенно нормально. Еще у меня тут есть прямоугольник со сплошной линией. Пусть это будет оранжевым фонем. Но предположим, что это та геометрика, которую мы хотим заполнить. Хорошо. В принципе, мы можем попробовать как-то линейно увеличить наш кегль, чтобы все получилось. Давайте попробуем это сделать. Вот я увеличил. Предположим, что я пытаюсь хотя бы по верхнему краю все это дело выровнять. Вот видно, что левая литера таким образом, в принципе, как-то куда-то встает. Это неплохо. Правая литера, может быть, не очень хорошо заметна, но у нее там есть дырка перед верхней границей. Это о чем говорит? Оказывается, что у разных гарнитур разная геометрия. Соответственно, если мы пытаемся все это дело оптимизировать, то нам придется хардкодить коэффициенты для каждой конкретной гарнитуры. Это не проблема. В принципе, если вы знаете свою гарнитуру и конкретно ее используете, то это вполне реализуемо. У нас получается такая линейная функция с заданным коэффициентом. Тут на слайдах у меня есть ссылка на совершенно потрясающие вещи про инвайновый контекст форматирования. Не сочтите за рекламу, хотя я и за рекламу. Но, тем не менее, проходите, читайте. Это прям must-have. Очень старые статьи про очень важные вещи. Пожалуйста, любой верстальщик должен знать. Хорошо. Ладно. Предположим, что мы решили проблему про заполнение всей высоты. Дальше что нужно? Дальше нужно заполнить всю ширину. Тут немножко все сложнее. Как бы мы могли это сделать? Есть несколько подходов. Модный, популярный. Использовать variable fonts. Там гарнитуры. Есть разные параметры. Мы можем прямо из CSS их как-то варьировать. Все восхитительно. Замечательно работает. Проблема для наших текстов. Нужно будет тащить гарнитуру. Лениво. Не хочется. Как можно без этого? Можно попробовать поиграться с letterspacing. С межбуквенным расстоянием. В принципе, как-то скомпенсировать, подвигать. Где-то увеличить, где-то уменьшить. Но есть проблема. У нас ширины, размеры наших символов для каждой надписи получаются разные. Получается, что нам нужно будет как-то в разных случаях по-разному подгонять эти отступы. На клиенте, возможно, итеративно. То есть не совсем линейно. Не хочется. Как бы нам это дело решить? На CSS как будто бы красиво никак, но мы можем попробовать это сделать по-другому. Давайте мы попробуем сделать это, например, через SVG. Вот здесь изображена какая-то разметка. К ней приложены стили. Я здесь уже подобрал все размеры для кегля. И вот видно, что у меня тут есть какая-то обводка. Видно, что не влезает текст. А мы сейчас попробуем его запихать так, чтобы он влез. На самом деле есть простое готовое решение. Вот здесь я буду подсвечивать желтеньким, что нужно сделать. Вот есть такой атрибут. Ему можно задать правильное значение. В данном случае через значение spacing мы будем изменять размеры пробельных отступов между буквами. Таким образом они автоматически подожмутся. Еще можно им тут задать ширину в пикселах, которая в данном случае эквивалентна ширине самой SVG. Вот таким образом она подожмется, и вроде как все неплохо. В чем проблема? У нас поисковая выдача довольно вариативна. Представьте, вы сначала смотрите вертикальную ориентацию, а потом перевернули в горизонтальную. У вас ширина поисковой выдачи существенно изменилась. Что-нибудь может пойти не так. Или наоборот. Сначала у вас была широкая выдача, потом стала узкая. И слева можно увидеть, что если так и дальше играться с межбуквенным расстоянием, то все слипнется, будет нечитаемо. Это нехорошо. Что можно дальше сделать? Можно взять другое значение атрибута, когда мы оперируем не только расстояниями между буквами, а пропорционально изменяем и сам глиф. Тогда оно продолжает читаться, все оно вписывается. Это вполне легальное решение. Как будто бы примерно таким же занимаются мои коллеги из рекламной сети Яндекса. Это когда реклама показывается не на поисковой выдаче, а на сайтах партнеров. Вроде бы так у них сделано. Хорошее решение, но может быть не совсем. У нас же все еще нужно обеспечить правильный процент от площади, а у нас все еще очень вариативная выдача. Давайте попробуем сделать так, чтобы у нас, например, нужно было обеспечить большую площадь покрытия. Вот мы взяли вот так вот и растянули вверх. Задали нужные атрибуты так, чтобы у нас пропорции исказились. И оно как бы занимает правильную площадь, но при этом у нас возникает очень странный контраст. У штрихов нашим дизайнерам это не понравилось. Мне сказали, это не делай, мы так делать не будем. И мы сели, подумали, как же нам быть дальше. И с текстом как бы дальше хорошо не получается. А мы потом подумали, а может быть нам не нужен текст? Ведь в конце концов у нас требования законодательства, только русскоязычный текст, локализация нам не нужна. И на самом деле даже текстов у нас всего два. Для БАДов и для рекламы медицинских услуг. Поэтому мы можем взять и положить картинкой. И если положить картинкой, то мы можем использовать и другие атрибуты, которые позволяют нам не искажать контраст наших штрихов. А еще мы получаем множество других замечательных преимуществ. То есть мы можем туда положить вообще произвольную картинку с чудесным оформлением, как дизайнеры захотят. Мы можем это положить в стиле. Стиль у нас будет кэшироваться, у нас не будет нагрузки. Мы можем это все дело затимизировать. То есть мы можем с помощью CSS перекрашивать это под светлую темную тему. А еще, если у вас очень старые клиенты без SVG, а такое бывает, то вы можете даже положить это в PNG. Короче, это наш рецепт успеха. Будем считать, что с первым вопросом мы разобрались. Дисквеймер картинкой. Ура, все замечательно. Вот такой инлайн. Значит, энкод в SVG, в CSS и ура. Хорошо, ладно. Переходим ко второму пункту нашей программы. Нам нужно каким-то образом занять нужный процент от сниппета. И вот здесь все немножечко сложнее. Значит, давайте. Принципиальная схема. Здесь у меня будет немножечко цветов. Вот смотрите, то, что сверху, типа желтенькое, я буду называть контентом рекламного сниппета. А то, что снизу, типа розовенькое, это будет дисквеймер. Нам нужно обеспечить соотношение у них площадей по законам. Ну, смотрите, у нас вот упрощенная схема, у нас основание у них, ширина же одинаковая. Мы можем перейти таким образом от соотношения площадей к соотношению их высот. Тут у меня какая-то разметка есть. Вот она иллюстрирует вложенность. Вот у нас есть сверх контент. Дисквеймер, ничего сложного. Мы перешли. Числа здесь просто для примера. То есть понятно, что в зависимости от контента сниппета они там разные могут быть. Не суть важна. Ладно, значит, 90 к 10 нам нужно как-то обеспечить. Как я понял, не все люди здесь хорошо верстают или пытаются. Я на всякий случай хочу сказать, что решить проблему в лоб может не получиться. Потому что даже если вы напишете такой код, который будет синтаксически корректным, написать просто соотношение высот в процентах не получится. Потому что для того, чтобы это заработало в первом случае, нужно указывать высоту сниппета явно. Она у нас неизвестна. Она определяется контентом. Поэтому указать просто так соотношение в процентах не выйдет. А для тех людей, которые более продвинутые, которые могут мне поопонировать, что вот есть бокс-модел, что там бывает нижний оступ, и можно там тоже в процентах им как-то оперировать. Частый паттерн бывает для спектратио. Тоже не получится, потому что нижний оступ считается в процентах от ширины. Мы получим не тот расчет. Не подходит то, что изображено здесь. Тут есть ссылка на спецификации, если вдруг кто мне не верит. Ладно. Что мы еще можем попробовать сделать? Есть соблазн. Давайте мы просто все посчитаем в JavaScript и забудем, как страшный сон. И мы так долго жили. Ну, в этом есть свои плюсы. Мы можем хорошо посчитать. То есть мы можем сделать произвольной сложности расчет. Мы можем написать на это автотесты, мы можем прогарантировать все и вся, и потрясающе у нас все будет замечательно работать. Но проблема в том, что раз это JavaScript, его нужно как-то доставлять, когда-то его нужно исполнять, это будет не моментально. То есть у нас сначала приезжает разметка, потом оно считается, потом оно как-то дергается, у нас у пользователей что-то моргает на экране. UX портится. А еще кроме UX, это еще и метрики производительности. Вот контентовый шрифт. У нас все это на мониторингах будет прокрашиваться в красный. Нехорошо. А еще у нас так может быть, что у нас пользователь крутит дисплей, у нас меняется геометрия, значит, нам что, нужно какой-нибудь там ресайз-апсервер на сниппет, а это, значит, какой-нибудь полифил нужно тащить. В общем, вообще кошмар. Короче, это работает, но хочется все-таки без JavaScript. А я же вам обещал, что без JavaScript. Давайте попробуем дальше на CSS. Ладно, давайте подумаем, что нам CSS представляет. Что вообще бывает? Нам нужна какая-то относительная семантика для того, чтобы выразить одно через другое. Что вообще бывает в спецификации? Бывают всякие разные относительные единицы измерения. Если мы посмотрим, они там иногда бывают относительно шрифтов. Нам это не подходит, потому что контент сниппета может быть не только шрифтом. Еще они бывают относительно випорта. Это нам тоже не подходит, потому что у нас сниппет от випорта не особо зависит. Ладно, что еще у нас бывает? У нас бывает Groove Factor у Flexbox. Это как бы не единица измерения, но оно как-то там тоже в пропорции оперирует свободным пространством. Все бы хорошо, но у нас layout вертикальный, и свободного пространства там внизу нет. И разбивать мы его как бы… Ну, нечего нам разбивать. Поэтому Flexbox здесь не заработает. А еще у нас есть FR-юнит у гридов. И он почти как Flexbox, но у него есть важная оговорка. Он умеет оперировать с такими layout'ами, у которых нет свободного пространства. У него прямо в спецификации оговорено отдельное поведение. Что в этом случае делать? Ну, давайте попробуем с этим как-нибудь поэкспериментировать. Вот здесь описано, каким образом гриды пытаются оперировать при расчете FR-ов. Если тут переводить, то в принципе что они пытаются сделать? Они на самом деле пытаются вместить весь контент, который есть внутри грида, и те составные части гридов, у которых FR-единица указаны, они просто пропорционально масштабируют. Вот таким образом они достигают своей цели. Хорошо. Давайте вот я взял просто какое-то соотношение. Давайте сейчас не будем обращать внимание, почему оно 10 к 1. Просто потому что так мне было удобно. Вот у меня тут есть какой-то пример. Я изобразил что-то на гридах, и оно работает. То есть вот у меня есть контент, вот у меня там внизу есть дисклеймер. В пикселах, если помнить, линейкой все совпадет. Ладно. Все ли так хорошо? Нам для того, чтобы дальше проверить… Надеюсь, что у меня есть звук. Короче, для того, чтобы нам дальше проверить, нам нужно посмотреть разные пограничные сценарии. Сценарии, какие у нас могут быть. У нас может быть много контента, может быть мало контента. Если много контента, у нас все хорошо. Если мало контента, то у нас высота дисклеймера будет очень маленькой. Считаться не будет все плохо. Нам не подходит. Ладно, значит нам нужно каким-то образом зафиксировать минимальную высоту. Это можем сделать разными способами, Но раз уж у нас гриды, давайте мы заиспользуем правильную функцию для этого. Вот есть minmax, специально ее придумали. Все хорошо, значит, вот мы ее заиспользовали, зафиксировали. Но нехорошо, потому что в этом случае получается дырка у рекламного контента, если его мало. Что-то с этим хочется сделать. А самое обидное, что поведение по спецификации, он масштабировано, все нормально, нам заресайзил. А давайте мы попробуем поэкспериментировать. Давайте мы возьмем и разделим все просто на 10. Вот если мы поделим на 10, все почему-то начинает работать. Тут вообще в заголовке указан хак. Почему я написал хак? Дело в том, что есть спецификации на гриды, и там разные сценарии при использовании FR описаны. Но вот такого сценария, где вроде как сумма составляющих в FR больше, чем единицы, и при этом один из них дробный, меньше единицы, он как бы не описан. Это порождает очень разные варианты поведения. Мы дальше увидим, как это может повлиять на ситуацию. Ну пока что давайте. Вот у нас вроде как все неплохо работает. Или нет? Здесь, может быть, в презентации не очень понятно, но вот почему слева красненькая? Потому что у нас сценарий, когда много текста и мало текста, по высоте почему-то дисквеймера оказывается одинаковой высоты. А так быть не должно. Как бы слева должен быть больше. Ладно. Давайте попробуем разобраться. В действительности оказывается, что в разных браузерах у нас разное поведение. Вот в Firefox у нас почему-то работает нормально. У него высота действительно увеличивается. А Chrome и WebKit у него почему-то вот такой какой-то недоработанный дисквеймер. Давайте попробуем разобраться, почему так происходит. Если мы откроем спецификацию, то там что-то упоминается про то, что если там дробное значение, то у него может быть свое собственное поведение. Тут, правда, про сумму написано, и вроде как-то нам не очень подходит. Но тут вот еще ниже написано, что в этом случае оно занимает меньше, чем зарезервированное место. Давайте посмотрим. Раскрасим сниппет, нарисуем ему синюю подушку. Оказывается, что действительно место-то резервируется, просто дисквеймер не растягивается. А это уже хорошо. Вот те люди, которые давно оверстают, они могут вспомнить такой древний хак с прижатием футера, когда мы просто используем зарезервированное место и вниз прибиваем какой-то футер, а в нашем случае мы можем прибить туда дисквеймер. Возьмем его абсолютно просто, прижмем вниз. Вот мы его прижали, 10% ему задали высоты, и вроде бы все хорошо, но есть накладка. Вот я специально вынес квадратик в правую часть слайда. Видно накладка 6 пикселов. Странно. Но если подумать, на самом деле это объяснимо. Тут все дело в том, от чего мы считаем 10%. Ведь дисквеймер у нас считает 10% от высоты всего сниппета, а в FR-ках мы мерили соотношение от рекламного контента, а это не одно и то же. Вот если здесь все аккуратно посчитать, то оказывается, что для FR-ки коэффициент будет не 0,1, а 0,11. Если кому-то интересно, можете потом проверить мои системки. Я очень старался. Ну ладно, хорошо. Давайте просто, чтобы сейчас долго не сидеть на этом, вот у нас, если поменять правильно коэффициенты и везде все зафиксировать, у нас все хорошо друг с другом стыкуется, у нас исчезает наплыв одного элемента на другой, все у нас фиксируется, все чудесно, и даже в разных сценариях у нас все потрясающим образом работает. И в случае большого количества текста, в случае малого количества текста. Хорошо. Но бывает, знаете, так сделали ПТЗ, а есть еще дополнительные требования. Знаете, типа так исторически сложилось. И у нас тоже был такой сценарий. Представьте, вы заходите на поиск, а у вас первый сниппет большой, рекламный, и он у вас в экране не влезает, а у него внизу дисклеймер, и вы его не видите. И получается, что как будто вы его не показываете. Хочется его каким-то образом закрепить на экране, чтобы ничего нигде не нарушать. И если мы говорим про CSS, то единственный способ, который обладает такой семантикой, это какой-то стики. Давайте попробуем стики заиспользовать. Заиспользовали стики, поменяли абсолютно стики, все сломалось. Нехорошо. Я тут даже Минхейт закомментировал, чтобы видно было, что неправильно у него считается тогда высота. А те люди, которые со стики работали, они знают, что вообще стики непростое свойство. Оно от вложенности зависит. Если его, не дай бог, не туда положить, оно неправильно работает. Давайте попробуем его переложить в какое-нибудь другое место. Вот я взял его и переложил. Переложил я его внутрь контента. И внезапно все заработало. А если еще подумать, мы получаем еще и бонусы. У нас вот те проценты, которые раньше расходились, теперь они становятся одинаковыми, потому что мы считаем теперь проценты примерно от одного и того же. Но другая проблема. Вот у нас проценты одинаковые получаются, но у нас опять какое-то наложение. Если мы посмотрим, что за наложение, оно удивительным образом совпадает с величиной минимальной высоты. Тут с этим, конечно, можно экспериментировать, а можно подумать, что у нас современный CSS мощный и разный. Мы можем попытаться просто убрать Минхейт, заменить его на что-нибудь другое. Давайте мы вместо Минхейта возьмем просто функцию Max. И тогда у нас все потрясающим образом начинает работать. Чудесно. Значит, в случае, если у нас много текста все работает, и в случае, если мало текста все работает, и все залипает. Все как полагается. А еще у меня там в анонсе было написано, что я тут решаю проблему для произвольного случая. Ну, конечно, как для произвольного. Здесь вот у меня для вертикальной раскладки все посчитано, но для горизонтальной тоже можно. Вот разметки не меняются, и даже CSS не очень сильно меняется. Вы знаете, даже можно стики сюда прилепить, он тоже будет работать. Это немножечко сложнее, там, CSS, но несущественно. Ну и давайте будем считать, как будто бы это универсальное решение. Хорошо. Значит, а что у нас получилось в итоге? Ну, во-первых, мы выполнили все требования. Мы все отверстали, дизайнеров удовлетворили, значит, юристов удовлетворили, ни один дисквеймер при переверстке не пострадал. Мы сделали это очень своеобразным образом. Ну, как своеобразным. У нас были браузерные проблемы, нюансы, спецификации, но мы все это победили, и можно сказать, что задать вот такой элемент, такой относительной площади, это возможно. Значит, нам это удалось сделать с довольно хорошей поддержкой. Тут указана какая-то поддержка. Вот так получилось, что у нас на основной версии выдачи эта поддержка вписывается в наши требования. И все хорошо. Ну, на самом деле, и для старой версии тоже можно что-нибудь придумать. Вот. И это впроде. То есть вот те эксперименты, которые я вам показывал, их можно реально показывать большой аудитории. Вот мой коллега, он взял мои эксперименты, закодил Александр Гончаров. И прямо можете посмотреть на поисковую выдачу Яндекса. И вы можете спросить, ну, собственно, ну, хорошо, вот вышел автор, рассказал какой-то очень странный узкий кейс для Яндекса. Ну, типа, а нам-то что? А я хочу вам сказать, вы знаете, современный CSS такой сложный, там еще так много разных интересных вещей. Экспериментируйте, рассказывайте, делитесь. И, может быть, ваши эксперименты тоже улучшат жизнь большому количеству людей. У меня все. Спасибо вам. Пожалуйста, ваши ответы. Ваня, спасибо за доклад. Далеко не уходи. Сейчас будем обсуждать вопрос. Вопросов было много. Лично для меня был очень сложный доклад. Честно. От меня давай сразу первый вопрос. Яндекс.Субботник является лекарством? Я думаю, да. Я думаю, да. Дискомер не забудьте. Но по закону. Да, да, да. Окей. Ладно, давай это более… Да, смотри, я думаю, самый такой же утрепещущий вопрос. Сколько в итоге эта задача заняла времени менеджера в чате? Может быть, твой руководитель. Не знаю, кто это, но вопрос хороший. Вы знаете, не так много. Было много разных нюансов на имплемендации, но поскольку это делалось не моими руками, то мне было вообще потрясающе. А прототипирование заняло несколько дней, я думаю. Но потом внедрение было, да. Тут есть самый залайканный вопрос. Нет ли проблем с доступностью у дисклеймера? Умеют ли скринридеры читать? Да, конечно. Вот это из SVG. Ну, конечно, можно же положить туда все необходимые атрибуты, если что, и там все будет. То есть проверяли, все прямо это? Ну, вообще у нас поиск входит в топ по доступности топ-1 в Яндексе. А давай я тогда еще дополню этот вопрос. В законе нету каких-то требований именно к скринридеру? Ну, чтобы… Секунд вот это читалось. Да, чтобы, ну, типа 10 секунд от всего сниппета, чтобы оно читалось. Или 10 процентов. Или знаешь, как на радио, очень быстро ты говоришь, вот так вот, скринридер специальный для того, чтобы реклама… Вы знаете, для разных форматов есть разные требования. Когда последний раз читал закон, такого не было. Но всегда можно улучшить. Окей. Хороший вопрос. Он на самом деле обо всем, но человек явно в контексте. Про старый браузер очень много спрашивают. И здесь, поскольку человек в контексте, он спрашивает, как реализованы дисклеймеры в бабуле? Знает? Бабуля? Давай, расскажи еще. Да, значит, в силу того, что я тот самый человек, который затаскивает в бабулю в прот, я могу сказать, что там, короче, PNG и JavaScript. Вот. Если кому-то очень интересно, то это работает в E6, моими собственными руками проверено, я просто не стал его шокировать. Ну, собственно, бабуля — это пояс, который показывается для всех старых браузеров. Да. Тут, опять же, вопрос есть в плане стабильности. Как вы проверяете, что другой код не сломал соотношение дисклеймера в рекламе? Вообще есть у вас какие-то тесты? Ну, смотрите, у нас все покрыто автотестами, скриншотные автотесты, гермионы, если кто знает такое слово. Вот, соответственно, автотесты скриншотные, автотесты, которые юниты, мы считаем все соотношения, все по-честному, так что да, у нас все, конечно, проверяется. То есть прямо в тестах есть, что будет, типа, 10%? Да, конечно, да, 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 да. Супер. Очень такой, знаешь, фундаментальный вопрос, и я думаю, он актуален прямо в новогодний субботник максимально. Как правильно и тяжело ли найти баланс между качеством работы, верстания, ну, между тем, чтобы решить проблему в лоб и не поругаться с дизайнерами из-за требований? Вот у тебя, как у знающего человека, как вот правильно такой баланс находить? Слушайте, ну, самое главное, чтобы ваш дизайнер был доволен, потому что вам потом с ним работать. Слушай, а разве не пользователь? Ну, пользователь, это, несомненно, конечный пользователь — это самая важная вещь, но поймите, если рядом с вами сидит дизайнер, который недоволен, будет ли вам хорошо жить? Отсадим? Нет. В другой кабинет. В другой офис. Тут, видать, от смежников вопросы уже пошли. Когда переедете на Дивкит? Ничего, не знаю про это. Нет. В смысле, ты не знаешь, что такое Дивкит? Про Дивкит или про план? Нет, я слышал, что такое Дивкит, но, честно, ко мне не заходили. Ну, и вообще вопрос, а можно ли на Дивките тоже вот такую историю соотношением сторон имплементировать? Заходите, посмотрим. Окей. Так, давай тогда следующий вопрос задам. Тут интересуются, влияют или не… Как влияют, в общем, вот эти вот плашки на SEO? Сейчас, то есть мы пытаемся вкрутить SEO в поисковую выдачу Яндекса, я правильно понимаю? Именно. И очень много вопросов про SEO, хотя мы говорили про поиск, конечно. Слушайте, ну, я не эксперт в области SEO, несмотря на то, что я работаю в поиске. Вот. Если есть эксперты, пожалуйста, приносите свою экспертизу. Отзывы мы прислушаемся. Там, на самом деле, еще второй вопрос был про метрики, он мне даже больше понравился. Да. Наверняка вы делали АБ-эксперименты. Конечно. И можешь ли какие-то инсайты рассказать, вот как одна реализация, либо вторая реализация влияла, ну, может быть, не на профицит выдачи, а просто на какие-то пользовательские паттерны? Что-то менялось? Профицит не менялся, потому что один к одному визуальная реализация, но метрики производительности очевидно росли, потому что я упоминал в презентации, а метрики производительности напрямую влияют на эффективность вашего продукта. Ну, вот ключевая метрика — это CLS. Ну, там не только CLS, там же много чего улучшается. То есть JavaScript выкинули, по сути, мы его перестали доставлять. Да, перестали доставлять, он стал не инициализироваться, все остальное не стало откладываться. А потом там же еще как, там же процент срабатывания такой рекламы не очень большой на самом деле. Поэтому нельзя сказать, что мы там существенно что-то улучшили, но, насколько мне известно, некоторые люди из команды скорости в принципе были удовлетворены некоторыми метриками. Евгений интересуется. Прекрасный вопрос. Почему в Яндексе не верстают в ремах? Слушайте, я не могу ответить за весь Яндекс, но из моего предыдущего опыта вне Яндекса я помню, что там есть проблемы с округлениями. И я человек, который фанат верстания в пикселах, потому что они себя более-менее предсказуемо ведут как минимум в скруглениях. Вот кто тут про бордер-радиусы говорили? Вот, например, в частности, тот самый случай. Вот не верстайте бордер-радиусы в ремах, пожалуйста, иначе у вас будут не скругления, а овалы. А то дизайнеры опять придут. Да, дизайнеры придут. Мы дизайнеров скруглим. Ну вы поняли, да, я тут как бы провязку максимально. Так, окей. Тут еще вопросики у нас. Лучший вопрос или еще у тебя есть что-то? Нет, давай. Ну тут есть такие, знаешь, абстрактные вопросы, когда уже Safari перестанет существовать. Но это как бы, мне кажется, не по адресу. Не ко мне, не ко мне, да. Тут еще, знаешь, есть… Нет, есть на самом деле хороший вопрос. В плане тестирования ты вот говорил, что, безусловно, есть автотесты и юниты и скриншотные. Что насчет фермы девайсов? Правда ли, что вот если я возьму любой планшет, любой мобильный телефон, все что угодно, что это везде будет работать хорошо? Или это не настолько важно, и весь зоопарк вот этих устройств, которые существуют в мире, мы пока как бы, ну, типа не думаем про это? Сейчас, значит, давайте разделять. Если мы говорим про автотестирование, то автотестирование в частности в Яндексе, да, то мы ограничены теми ресурсами, которые нам предоставляют ребята из инфраструктуры. У них есть там набор браузеров, и вот то, что они нам предоставляют, там больше, чем один браузер для скриншотного тестирования. То есть там есть Safari, честный, настоящий, там есть Chromium варианты, есть разные дископтные версии, включая E8. Короче говоря, на каком-то значительном количестве автотестов это можно проверить, и все будет хорошо. Если мы говорим, что у нас этот браузер не поставляется, у нас же всегда есть пользовательский фидбэк, соответственно, если что, то всегда можно достать железку из кубика и там посмотреть. То есть здесь подход такой, вот появляется условно тикет с багом, и мы такие, ох, на этом девайсе. И были вообще такие тикеты? В том-то и дело, что не было. А, то есть в принципе можно сказать, что вот именно по опыту и фидбэку от пользователей все в принципе гуд, и законодатель тоже там как бы ничего такого не говорил. Ну, ко мне со штрафами не приходили. А к Яндексу? Да, да. А к Яндексу? Ты вроде еще не гендиректор юрлица, да? Яндекс.Технологии. Ну, насколько мне известно, то, с чего мы касались, было не виновата. Окей. Ну, тут в эту же тему есть вопрос. А как на уровне законодательства это проверяют, что 10% именно? То есть там прям люди с линейками сидят или… Не знаешь? Мне не рассказывали. Я надеюсь, что там строгий контроль. Мы же обязаны нашим пользователям. Хорошо, хорошо. Мне кажется, мы все спросили. Нет, тут еще есть вопрос, почему все-таки не вариативные шрифты? Слушайте, ну я пытался сказать, что я не хочу гарнитуры тащить. Я понимаю, что закешировать можно. Ну, просто смотрите, картинка, правда, легче. И, правда, ее менять проще. Поэтому использовать отдельный кастомный вариативный шрифт для того, чтобы покрывать какой-то очень узкий шрифт, потом это дело поддерживать, ну вот мне как-то не хочется. Еще был такой вопрос, но это, кажется, на уровне, опять же, законодательства зарегулированного. Тем не менее, спрошу, почему просто не делать перенос текста при большой высоте? Смотрите, значит, переносить про переносы в законодательстве ни слова. Я знаю, да, 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 то есть я знаю, что в некоторых других местах в Яндексе переносы есть. Ну так, ну хорошо, пусть переносят. В принципе, наша задача же что? Просто обеспечить заполняемость? Ну, мы можем и картинку с переносами нарисовать. Продолжение следует...